Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение псалмов царя Давида «Помяне Господи царя Давида и всю крутость его». Сегодня мы будем читать 42-й псалом. В сабтуагенте и в славянском он имеет надписание «Псалом Давида, ненадписанный у евреев». То есть надписания этого псалма нет у евреев. Это означает то, что псалом проверяется по предыдущему псалму. Если предыдущий псалом есть псалом Давида, то есть он имеет надписание, а 41-й псалом имеет надписание, что это псалом Давида, то псалом без надписания, он как бы автоматически относится к псалмам Давида. Но в нашем случае, в сабтуагенте и в славянском, мы имеем это надписание. Псалом начинается словами «Суди меня, Боже, и рассуди тяжбу мою от народа недоброго, от человека неправедного и листивого избавь меня». В оригинале это будет звучать несколько иначе. Перевод с еврейского, дословный. «За меня, Суди Божий, веди мой спор племени немилостивого, человека обманного и неправедного, дай мне избежать». То есть здесь Давид как бы перепручает свой процесс Богу. Он понимает, что он невиновен, в чем его обвиняют, и он настаивает на суде Божьем, который установит, как все было на самом деле. И он просит, чтобы Господь избавил его от народа недоброго, от человека неправедного и листивого. Что это за народ и что это за человек? В эскатологическом смысле речь может идти об Антихристе. И народ недобрый — это те, которые последуют Антихристу. А мы знаем, что подавляющая часть населения нашей планеты, они признают власть Антихриста над собою и последуют за ним. Конечно, Давид мог иметь совершенно конкретного человека и совершенно конкретный недобрый народ, например, тех же самых филистимлян, плештим, как они называются по-еврейски. Но особенность текстов Священного Писания заключается в том, что они относятся к тому времени, когда произносятся, ко всем последующим временам и касаются самых отдаленных времен. И то, что мы в Псалтирии часто встречаем надписание в конец, это имеется в виду относящиеся к последним временам. Хотя здесь нет этого надписания, но пророк Давид мог, будучи пророком, говоря о насущенных проблемах своего настоящего, говорить как пророк и о будущем. То есть опасность будет исходить не только от Антихриста, но и от народа недоброго, то есть от всех, которые последуют за Антихристом, будут апостолами Антихриста и апостолы Сатаны. Апостол — это посланник, который совершает посольство. И сейчас мы видим, как вот эти евро-всякие комиссары там разъезжаются по разным странам. В каждой стране Западной Европы есть своя культура, есть своя духовная традиция, и как они там наводят порядок. Они могут приехать, запретить там рождественскую елку устанавливать, убрать в школе распятие и так далее, и так далее. А во дне Антихриста, когда власть этими типами будет захвачена как бы в планетарном масштабе, вот этот народ недобрый, он будет подавлять любую здравую религиозность, и они будут ратовать за то, чтобы легализовать грех. А толерантность будут проявлять по отношению к кому угодно, там, буддисты, мусульмане. Главное, чтобы не проявить этой толерантности по отношению к христианам и, прежде всего, к историческим церквам Западной и Восточной Европы. Поэтому Давид не надеется на человеческий суд, он как бы просит, чтобы Господь сам начал вести судебный процесс. И когда во дне Антихриста мы потеряем всякую надежду юридическим путем отстаивать свои права, мы будем уповать на суд Божий, который наступает вскоре после пришествия Христова. Поэтому мы будем взывать «Ей гряди, Господи Иисусе!», то есть «Быстрее приходи к нам на помощь, потому что жизнь становится совершенно невыносимой». И далее Давид говорит «Ибо Ты, Божья, крепость моя, почему Ты отринул меня? И почему я сетуя хожу, когда оскорбляет враг?» По Массоре это будет «Ибо Ты, Бог, твердыни моей, зачем Ты покинул меня? Зачем мне мрачным ходить под гнетом врага?» В общем-то тексты совпадают. Мы знаем, что синодальный перевод как раз состоит из перевода Массоры и перевода Септуагинты. А здесь мы с вами, как говорится, напрямую просмотрим, как это в греческом тексте и как это в еврейском тексте. Здесь Давид уповает на Бога, и Бог в понимании Давида – это тот, кто является крепостью для Давида, это тот, который не должен его отринуть, то есть Давида, поэтому он выпрошает, почему Ты отринул меня. И это тот, который должен защитить его от оскорбления врагов. И некоторые читали, наверное, роман Льва Николаевича Толстого, графа Анны Каренина, там эпиграф берется следующий. Мне отомщение и аз воздам. И вот Давид, он как раз настаивает на том, что Бог должен вмешаться в эту ситуацию и навести, установить свой божественный порядок, яко на небесе и на земле. «Пошли свет Твой и истину Твою, они наставят меня и ведут меня в гору святую Твою, в селения Твои». Ну, немножко непонятно, почему он говорит сначала «пошли свет Твой», а далее добавляет «и истину». Если свет есть действие, просвещающее нас, разве истина не несет некое просвещение для нас? Истина — это и есть то, что истинно. Почему как бы вот излишнее или слово «свет», или «истина», или «истина», или «свет». имеется в виду, что свет, он что-то высвечивает. Свет не является какой-то самостоятельной субстанцией, он должен от чего-то отразиться, что-то высветить. А истина в таком абсолютном смысле, она субстациональна, она имеет как бы воплощение. «Христос есть истина», сказано в Писании. Господь сам говорит «я есть истина». Закон Божий — истина, об этом тоже сказано в Писании. И Дух Святой есть истина. Таким образом, свет, то просвещение, которое проистекает от Бога, они, вот эти благодатные потоки света, они дают нам познание о Христе, познание о воле Бога, то есть о Его святом законе, который есть светильник для ноги, как пишет Давид в псалмах. И свет являет нам миссию Духа Святаго в этом мире, потому что назначение Духа Святаго в этом мире — научить и наставить нас на всякую правду и напомнить нам все слова, которые говорил Господь наш Иисус Христос. «Пошли свет Твой и истину Твою, они наставят меня и введут меня в гору святую Твою и в селения Твои». Тема, связанная с горою, с возвышенностью, со скалою, с утесом, как мы видим, она часто встречается в псалтыре, и она, в общем-то, указывает не на географические особенности ландшафта Святой Земли, нет. Это всегда указание на некое возвышение, то есть на некий духовный рост, который может переживать человек. Потому что здесь сначала говорится о горе, а потом о селениях Божьих. А разве селения Божьи на каких-то горах имеется в виду, что когда мы духовно растем, возрастаем, у нас появляется надежда, что мы войдем в селения Божие, о которых Христос говорил в доме Отца моего обителей много. Посмотрим, как это будет с еврейского. «Пошли Твой свет и Твою верность». «Они направлять меня будут, и меня приведут на гору святыни Твоей и в Твои обители». Ну вот здесь как бы слово «истина» переводится как «верность». В каком смысле? В том смысле, что Бог верен своим обетованиям. Вот в каком смысле. И в Библии, особенно в Новом Завете, в христианской части Библии, очень часто говорится, что Бог всегда верен своим обетованиям. Если Господь что-то сказал, Он это обязательно исполняет. И в окончании этого псалма мы читаем «И пойду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою». Давайте посмотрим, как в православной толковой Библии объясняются вот эти слова. Веселящий юность имеется в виду, что Бог как бы обновляет свой завет с человеком верующим и предоставляет ему возможность начать как бы жизнь с белого листа. как иногда человек переживает за прошедшие годы жизни и думает, вернуться бы назад, и я бы иначе прожил бы эту жизнь. Так вот, в Боге мы можем как бы все начать заново. «И пойду к жертвеннику Божию, то есть буду приносить жертвы Богу, к Богу веселящему юность мою». И вот святитель Афанасий и Григорий Богослов, они предлагают такое решение. «Веселящему юность мою, то есть дарующему духовное обновление». То есть человек может настолько обновиться, что в 70 лет он будет бодр духовно, как юноша. И предлагаются сноски на Исайю 40.31 и на Псалмы 102.5. Здесь есть некие такие аллюзии, то есть сходные тексты. То есть Господь обновляет как бы нашу юность, даруя нам духовное обновление. Но если говорить о юности нашего тела, то в книге Иова сказано, что юность наша, она вернется к нам, и тело наше будет свежее, чем во дни молодости. Это сказано в книге Иова, потому что мы все воскреснем молодыми в полноту возраста Христова 33,5 года. В окончании 4 стиха Давид пишет «Прославлю тебя на гуслях, Боже, Боже мой». Здесь мы видим, что Давид понимает, что ему есть за что прославлять Бога, потому что Господь действительно милосерд, и всякий раз, когда человек обращается к нему, он как бы обновляет по отношению к этому человеку все свои благословения. Как и в книге «Плач Иеремии» сказано, что Бог каждое утро обновляет все свои благословения, то есть как бы творит все заново. И окончание псалма «Почему прискорбна ты, душа моя?» То есть если ты уповаешь на Бога, почему ты скорбишь? И почему смущаешь меня? То есть какая-то внутренняя тоска. «Уповай на Бога, ибо я исповедуюсь Ему, говоря, ты спасение лица моего, и Бог мой!» Итак, сегодня, друзья, мы с вами прочитали 42-й псалом. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать и исследовать 43-й псалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...